Я думаю, многие хотят этот элемент выучить, многие мне задают вопросы, Димончик, когда же будет какая-то крутая обучалочка, и вот, нате, принимайте, ребят. Сегодня я вам расскажу про тонкости этого элемента, конечно же, расскажу ошибки, которые допускает множество атлетов, а сейчас, конечно же, я вам продемонстрирую 80% морковатеров, сейчас только возьмутся за голову, и так, как это не из печах, Димон, как это не из печах. Ну что, ребят, подпустим, подпустим. Итак, ребята, всем привет, я приветствую вас на своем канале, сегодня будет просто бомборакетное видео, сегодня я хочу снять для вас обучалку по такому силовому элементу, как спичах. Я думаю, многие хотят этот элемент выучить, многие мне задают вопросы, Димончик, когда же будет какая-то крутая обучалочка, и вот, нате, принимайте, ребят. Для начала, конечно же, мы оформляем передивашечку, и дальше топим. Итак, как я вам и сказал в начале видео, сегодня будет крутая обучалка по крутому элементу в печах. Сегодня я вам расскажу про тонкости этого элемента, конечно же, расскажу ошибки, которые допускает множество атлетов. И, конечно же, расскажу, как можно прокачать в печах, какие нужно делать подводящие упражнения. И все это вы узнаете в этом влоге, поэтому, ребят, присаживайтесь поудобнее, мы полетели. Итак, ребята, для начала, конечно же, мы разогреваем свои кисти, свое тело, потому что можно травмироваться. Вроде бы элемент не тяжелый, конечно же, но все равно нужно разогреваться при этом. Большое внимание уделите кистям, потому что они неимоверную нагрузку испытывают при этом элементе. А сейчас, конечно же, я вам продемонстрирую разновидности с печага, те, которые я умею и те, которые я знаю. Итак, ребятушки, если вы нажали все-таки на обучение такого элемента, как в печах, значит вы уверенно делаете стойку на руках. Если это не так, сразу же переходим на ссылочку, которая выскакивает вот здесь, и, конечно же, учимся делать стойку на руках, потому что нет смысла делать в печах без стойки на руках. Короче, ребятушки, что я вам могу сказать? Дело я не гимнастически. Если есть среди моих подписчиков какие-то гимнасты, я не спорю, я знаю, что я не делаю идеально в печах, потому что твои руки, то есть вот изгиб твоих рук, когда идет, кисти на полу стоят, и вот отсюда должна идти такая полностью линия, и не выводиться плечи вперед, а я вываливаю плечи вперед, чтобы выжать себя наверх. В любом случае нужно усовершенствоваться, нужно работать над этим, и чтобы все получалось просто идеально, но на данный момент у меня так получается в печах, поэтому если вы хотите научиться именно такой в печах, тогда продолжайте смотреть это видео дальше. Расскажу вам такую историю. Множество воркаутеров не делает в печах, я не знаю почему, он очень прост и очень легкий. Короче, для меня это остается загадкой. Множество воркаутеров делает в печах вот именно так. Они стоят, выставляют ноги, но вместо того, чтобы сжать задницу вверх, они просто пытаются давить его через горизонт. Все. Ну, ребята, это не с печах, это не с печах. Я понимаю, что 80% воркаутеров сейчас только возьмутся за голову и так, как это не с печах, Димон, как это не с печах. Это просто выход с горизонта в стойку, это не с печах. Конечно же, самое офигенное подводящее упражнение, это просто делать с подпрыжки. Занимаем ноги шире ширине плеч, после чего выставляем руки. Мне удобно выставлять руки, как на горизонт, на 45 градусов. То есть я не выставляю пальцами вперед, я делаю вот такой поворотик. Не выставляю на 45 градусов, дальше, как бы, когда я учился, я просто делал подпрыжки. Я заводил плечи вперед, после чего делал подпрыжку и дожимал в стоечку. То есть было как-то так. Конечно, изначально все было очень печально. Все настолько было печально, что я доводил до половины и просто падал вниз. Я не мог понять, как можно дожимать выше. Но, как говорится, практика, практика, еще раз практика. Я увидел, что со временем у меня начинает получаться. Я, конечно, был доволен. И в интернете сразу же я давал смотреть, какие есть разновидности спичага. Все, что я тогда увидел, это ноги врозь, ноги вместе и шагами. Все. Дальше я уже придумал сделать такую Майкл Джексон волну, которую вы увидели на начале, когда я показывал разновидности спичага. Ну, а потом уже начался китайский спичаг. Это уже, когда ты берешь максимально шире руки и выжимаешь себя вверх. Как бы потом уже все дело пошло, 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 поехало. Но самое главное остается обычный, стандартный спичаг ноги врозь. Без него вы вообще не сделаете дальше ни ноги вместе, ни как хотите. Для начала в любом случае вам нужно выучить спичаг ноги врозь. Итак, ребятушечки, следующее подводящее упражнение, это когда мы ставим ноги на возвышенность и пытаемся выжимать уже силой. Тяжело это начать, потому что вот именно момент отрыва ног от пола, это он самый тяжелый, там тебе нужно просто максимум добавить своих усилий. А дальше все, дело дальше пойдет за малым. Значит, расскажу все коротко. Мы стоим на возвышенность, ну, как бы подстраиваем все под себя. Можно выше, если вам вообще-вообще тяжело делать. Для меня это будет вообще идеально. После чего выставляем руки ниже, делаем завал ключей вперед и вытягиваем, как бы пытаемся выдавливать задницу. Не ноги жмем, а задницу. Взяли, вытягиваем, вытягиваем, после чего ноги пошли вверх. Все. Короче, ребята, в принципе, эти два упражнения просто топовые. Первое упражнение, когда мы делаем просто подпрыг. Второе упражнение, когда мы ставим ноги на возвышенность. Если у вас есть возможность, чтобы вас проконструктировал какой-то гимнаст и рассказал, как правильно вставлять плечи, чтобы не заводить их вперед, конечно же, вперед к нему, сразу пусть он вам расскажет, что, как делать. Понятное дело, что я не гимнаст, я не профессионал, поэтому я показываю так, как это понимаю я и так, как это делаю я. Сам факт того, что я делаю в печах, да, он некачественный, да, он не сильно мега крутой, но факт того, что я делаю, остается. Не хочу, ребята, забивать вам голову просто этим спичагом. Есть множество разных вариаций, но все, что я вам советую, это постоянно пытаемся, постоянно пробуем. Потому что если ты будешь просто вот здесь, ты понимаешь все полностью, но на действиях ты нифига не делаешь, у тебя ничего не получится. Еще один, ребята, важный фактор. Если у вас хорошая растяжка, вам будет намного легче учиться спичах в любом случае. Потому что когда я учился спичах, у меня просто была дубовая растяжка, после чего я там уже, конечно, начал уже тренироваться, постепенно я начал растягивать свои ноги. Я понимаю, что мне с каждым разом все было проще и проще делать, поэтому если у вас хорошая растяжка, вообще просто, ребята, не медлите сразу же, давайте обучайтесь спичах, и вы в любом случае его сделаете. Вы дальше можете изучать спичах с угла, которые у меня не получаются. Я в процессе его обучения, у меня получается очень коряво, конечно, но я вам продемонстрирую, как это получается у меня. Корявенько все, конечно, нужно еще больше растягиваться, но в основном все, что я вам хотел сказать по поводу спичага, я вам сказал, самый важный фактор вы узнали. Нет смысла забивать вам голову ненужной информацией. Я думаю, эта обучалка была хоть кому-то полезна, потому что я никогда не делал акцент на такие вот дополнительные элементы, как спичах. Это просто силовый выход в стойку. То есть это не может быть как отдельный элемент, там вышел на каких-то соревнованиях, такой только раз, выжал в спичах и все слез. Смысл? Это должно быть дополнение к связкам. То есть там начинаешь, там вышел на брусья, спичах в стоечку, потом в горизонт и пошло, поехал. Поэтому, ребят, ни в коем случае не рассматриваем этот элемент как основной. Это просто дополнительный элемент ко всем базовым элементам. Элемент очень простой. Все, что вам нужно, это больше практики, больше делаем. Мой вам большой совет, всегда пробуем. Все приходит со временем, с практикой. Когда вы сделаете максимально просто количество подходов, тогда вы поймете, как все это делается, как это все заложено. Этот элемент реально очень легкий, но красивый. Не знаю, почему до сих пор множество воркаутеров его не делают, потому что я научился вообще спонтанно его. Я пробовал, 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 раз, сделал. Потом я уже делал подводящие упражнения, чтобы отточить уже технику. Все, что я знал по поводу спичаха, я вам рассказал. Не судите строго, если кому-то не понравилась эта обучалочка, нажимаем пальцы вверх в любом случае. И даже если ему понравилось, все, короче, пальцы вверх. Ну что, ребят, подписываемся на канал, ставим пальцы вверх. Нажимаем на колокольчик, дабы не пропустить новое видео. Пишем в комментариях свои отзывы, пишем в комментариях, на какие элементы вы хотите увидеть следующую обучалочку. С вами был Дмитрий Чаплинский. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok